ПОЛИТИКА ЛЮДИ СТРАНА На межпарламентской конференции Грузия, Молдова, Украина, Восточное партнерство и текущие проблемы безопасности все три страны решили бороться с российской угрозой. Как именно они намереваются бороться, мало кто понял. В декларации об этом не сказано, зато все знали, что форум проходит на следующий день после презентации нового российского вооружения, равного которому нет на планете. Но руководство Молдовы, Грузии и Украины этот факт не смутил. Они во весь голос заявили, что нам нужно укреплять отношения с ЕС и США. Часть аналитиков и все партии левого толка признали форум провальным. В то же время молдавское правительство считает, что он прошел успешно. Так что же дадут Молдове его результаты? Как они отразятся на безопасности страны? Как повлияют на отношения с Россией, а на обстановку в самой Молдове? Разбираться с этим будем в ближайший час. Вы смотрите полис. Часть первая. Политика. И я с удовольствием представляю моих гостей, которые добрались сегодня до полиса. Сергей Остав, эксперт в сфере демократии и прав человека. Добрый вечер. Вице-председатель парламента Валерий Огелецкий. Здравствуйте. Здравствуйте. Депутат, представляющий партию социалистов Республики Молдова Владимир Цуркан. Да, вечер добрый. Председатель комиссии. Здравствуйте. И журналист, политический комментатор Юлия Семеновна. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте вначале определимся с позициями. Потому что, мне кажется, что ответы на этот вопрос у вас будут разные. И тем не менее. Вот зачем нам нужны форумы подобные, да? Потому что у нас прошел в пятницу. И почему? Гасан Гелецкий, зачем нам нужны такие форумы? Ну, название первого вашего блока — политика. Нам нужны политические дебаты, нужны политические форумы, на которые можно было обсуждать проблемы, которые есть, на которые можно было высказать какие предложения или возможные решения тех проблем, с которыми встречается та или иная страна. В Восточном партнерстве эти три страны, они ратифицировали соглашение с Евросоюзом. Поэтому есть много общего. У всех трех стран есть подобные проблемы, когда идет речь о безопасности. Поэтому я считаю, что этот форум был оправдан. Он был нужен. И я не согласен с тем, что он был провальным. Мне кажется, он был довольно успешным. Он положил основу для дальнейшего сотрудничества между этими тремя странами. Спасибо. Владимир Иванович, зачем нужны нам такие форумы? Вот вначале так, вы считаете, этот форум был провальным или полезным, как господин Гелецкий? Ну, прежде всего хочу сказать, что нас четверо депутатов фракции партии социалистов, мы были делегированы для того, чтобы послушать, увидеть. И в том числе, кстати говоря, попытаться, уж если не выступить, то хотя бы задать вопросы. Получилось? Нет. Все было так демократично, что это было абсолютно невозможно. Это первое. Второе. Зачем это нужно было? Ну, я думаю, наверное, для того, чтобы те, кто остался от хорошо прорекланированного в свое время восточного партнерства, те, кто остались от ГУАМ, а это осталось всего лишь три страны, Грузия, Украина и Молдова, из тех шести, которые были продекларированы, они должны были, наверное, друг другу, во всяком случае, не они, не страны. Я здесь хочу сразу же отметить, что речь шла не о форуме стран, а о форуме председателей парламентов. Кстати говоря, в итоговом заявлении так и говорится, мы, председатели парламентов таких-таких-таких-то, выражаем. Даже не от имени парламентов, не от имени стран, а мы выражаем. То есть это было, в нашем понимании, такое своеобразная тусовка для того, чтобы друг друга взбодрить, друг друга, значит, как-то подкрепить и в то же время признаться в верности, преданности и любви, значит, тем, кто спонсировал и этот форум, и в том числе, кто активно пытается спасти это восточное партнерство. Вы их назвали, в принципе, но надо отметить, что кроме Штатов Соединенных и в меньшей степени Евросоюза, здесь активнейшую роль играла НАТО. И я, кстати говоря, сразу отметил, когда вошел, увидел эмблему самого форума. Если сопоставить рядом с эмблемой НАТО, вы увидите, что это практически то же самое, только эмблемы НАТО, эти четыре, значит, кончика остры, вот этой вот четырехугольной звезды, а здесь они такие закругленные, наверное, так же, как и попытка как-то спасти это. Благодарю вас. Господин Астав, вы что скажете? Вы ведь тоже присутствовали на этой конференции. Да, я был наблюдателем за этой конференцией. Я думаю, что всегда можно судить о каких-то событиях, исходя из добавленной стоимости, когда эти события оставляют после того, как они произошли. И второе, каковы нужды или, скажем так, какова необходимость этих событий. Ну, если, допустим, возьмем первую составляющую, добавочная стоимость. Добавочная стоимость всегда будет оцениваться после некоторого времени. Если, допустим, эта парламентская, значит, платформа, она через некоторое время, через месяц, через два, создаст условия для встречи исполнительной власти, создаст какие-то конкретные механизмы для проработки вопроса, связанных, допустим, с энергетической безопасностью, с военной безопасностью, информационной безопасностью, вот тогда наверняка все мы будем более отрезвленно судить о том, насколько создала эта конференция добавочную стоимость. То есть пока у вас ответа нет? Нет, я в этом смысле сказал, что в моем понимании, что добавочная стоимость, она будет оценена через месяц, через два, через три. Но задел, в моем понимании, существует. Теперь каковы вызовы, почему это было создано? Я думаю, для каждого трезвого человека, понятно, есть, по крайней мере, три больших вызова. Первое то, что Европейская комиссия приняла решение по Западным Балканам, что входит в стадию 2025 года, что будет обсуждение очень серьезное в этом смысле. Я думаю, что если эти три страны в этом смысле хотят попасть четко в следующее волну расширения, которое будет произойдет после 2025 года, поэтому нужно заявлять об этом. То есть это очень определенное. Второе, что есть определенные вызовы, связанные с безопасностью в регионе. И энергетическое, и информационное, и так далее. В этом смысле я думаю, что любая региональная платформа имеет смысл в этом смысле. То есть я думаю, что абсолютно имеет смысл, что сделано. А эффективность увидим. Спасибо. Юля, у вас есть четкий ответ? Полезна была эта конференция или нет? С точки зрения организаторов, и для организаторов, вернее, эта конференция была очень полезна, потому что они показали своим спонсорам, что они могут объединиться и дружить против кого-то. Если с точки зрения, например, молдавского общества, то я думаю, что эта конференция была вредна, скажем так. Да, она действительно была провальной, потому что она молдавскому государству и молдавскому народу не принесла ровным счетом ничего, кроме очередных, так сказать, минусов в отношениях с Россией. Благодарю вас. Позиция наша обозначена. Хочу задать вам вопрос, который мне кажется, что он был бы, ну не знаю, самым уместным в сложившейся ситуации. Господин Гелецкий, вот и вы, и председатель этих парламентов, они в своих выступлениях ссылались на то, что это форум «Восточное партнерство». Хорошо, они так говорят, но у любого здравомыслящего человека, естественно, появляется вопрос, а при чем тут Атлантический совет? При чем тут Соединенные Штаты Америки? То есть, понимаете, Атлантический совет — это такой американский неправительственный аналитический центр в области международных отношений, обеспечивающий и обслуживающий идеологию развития НАТО. Вот вы можете взять это определение. Вот зачем тогда представители Соединенных Штатов Америки, представители НАТО, там были люди, которые занимали посты в НАТО, заместители генерального секретаря, например, господин Вержбул. Как вы считаете, это как-то укладывается в нашу евроинтеграцию? Ну, конечно, укладывается. Каким образом? Почему? У нас, и даже во времена, когда коммунистическая партия была у власти, у нас было сотрудничество с НАТО. У нас на сегодняшний день есть решение парламента, который тоже узаконил наше сотрудничество с НАТО. Поэтому в этом смысле все законно, все легально. И на протяжении последних лет мы видели очень хорошее сотрудничество. Это не означает, что мы входим в НАТО, но это сотрудничество с точки зрения, ну, и укрепления нашей безопасности, с точки зрения каких-то, ну, скажем так, ты обсуждаешь какие-то проблемы, в том числе военные угрозы и так далее. Я здесь не вижу... Почему не пригласили представителей тогда России? Были представители Соединенных Штатов. Разве можно на сегодняшний день, господа, обсуждать важнейшие вызовы, которые существуют сегодня, без того, чтобы приглашать представителей, в том числе и России? Ну, позиция России, она нам известна. И в этом случае я не вижу, вот, я не могу понять такую позицию, что вот эта конференция вредна для общества. Это вы даете оценку? И я тоже часть этого общества. Я считаю, что эта конференция, она нужна обществу, она полезна обществу. Поэтому, видите, как наши мнения, они сразу делятся. Россия всегда была против того, чтобы мы приближались к Евросоюзу. Россия была против нашего сотрудничества с Евроатлантическим... То есть Россию не звали на этот форум? То есть мы обсуждаем проблемы безопасности нашего региона без участия России? Ну, а, собственно говоря, почему вы считаете... А я отвечу, почему? Я отвечу, вот я сейчас, господин Остав, этот вопрос задам. Очень многие отвечают так, да, собственно говоря, потому что вся эта тусовка, она была и созвана, да, в пику России. То есть здесь вот очень четко в выступлениях спикеров было сказано, да, что это все против России. Ну, были выступления грузинского спикера, я не буду цитировать господина Порубия. Я понимаю, в каких отношениях Украина находится с Россией. Вы согласны с такой трактовкой? Я, во-первых, использовал все-таки приличные слова. Встречи, когда участвуют государства, ну, лидеры государственных институтов, не тусовка, а, допустим... Не, ну, говорили хуже, тут как бы так, журналистский какой-то стал. Ну, вы же не уподобляетесь использованию этих слов, да? То есть мы говорим сейчас о конференции. Можно относиться к этой конференции по-разному. У вас одна точка зрения, видно уже, да, у нас наверняка, у других людей другая точка зрения. Почему, допустим, вы спросили очень четко, почему Россия не была приглашена? Допустим, моя точка зрения со стороны этого процесса, я не участвовал в этой процессе, что Россия не является частью Восточного партнерства. В основном партнерстве участвуют определенные страны. Три страны выходят в качестве, скажем так, тех, которые хотят продолжать и воссоздать в другой форме это Восточное партнерство. Более того, они хотят по-другому построить связанные отношения институционные с Европейским союзом. И третье, эти все страны сталкиваются с определенными вызовами, в которых Россия является игроком, активным игроком. И энергетического характера. Мы увидели, что произошло буквально недавно в Украине, когда Россия решила полностью разорвать контракты. И получается, что огромное число людей, которые живут на Украине, не будут иметь в дальнейшем газа из Украины. И в Украине нужно было найти другого решения. И существует конкретный вызов. Этот вызов относится и к Молдовии. Если я правильно вас понимаю, то этот вопрос поставок российского газа мы тоже предпочитаем решать без России. Поняла. Спасибо. Нет. Есть просто другие решения, альтернативные, которые увеличивают степень безопасности. Вы согласны с тем тезисом, что это была антироссийская риторика? Абсолютно нет. Спасибо. Нет, не согласны. Абсолютно. Не является риторикой. То есть вы... Есть конкретная попытка решения конкретных вызовов, в котором Россия является источником и участником. Однако многие проблемы могут решаться и без участия России. Я поняла. Господа, ваш комментарий. Вот, говорит, не антироссийская, это была конференция. Можно я скажу, господин Астав, вы говорите, это была конференция восточного партнерства, но и поэтому не пригласили Россию. Тогда почему там была Латвия, почему там была Литва, почему там были другие страны. Понимаете, существует такая вещь... Да, конечно. Просто дело в том, что они не входят в восточное партнерство. В восточное партнерство они не входят. Входит Азербайджан, Украина, Молдова, Грузия. Они были теми странами, которые в Евросоюзе предложили создание восточного партнерства. То есть они были, скажем, теми авторами этого проекта, который сегодня называется восточным партнерством. Ну, понимаете, но существует просто элементарная, я не знаю, существует элементарная вежливость. Если мы говорим о том, что мы живем в демократическом государстве, почему не была приглашена Россия в качестве гостя, например? Говорили же о ней. Почему? Если мы такое демократическое государство, дайте тогда возможность высказаться. А у нас такой возможности не было. Я очень, кстати, жалею, что я на пресс-конференции не задала господину Канду вопрос. Главное, что он у меня был записан. Вот. Что почему не пригласили Россию? Почему не было никого, там, я не знаю, не представителей каких-то российских структур, не представителей российского посольства? Просто элементарная, это просто элементарная вежливость. Теперь хочу сказать господину Гелецкому, что касается молдавского общества. Понимаете? Дело в том, что любой подобный шаг, неважно с какой стороны, с правой или с левой, это всегда камень в общество. Потому что именно по обществу идут вот эти вот волны геополитического раздора, которые нам никак не дают сканциализироваться ни в чем. Понимаете? Дело в том, что есть часть общества, которая требует от нас, чтобы мы выходили с такими инициативами. Это люди тоже части этого общества, они нас поддерживают в этих инициативах. Понимаете? Но вот дело в том, что... В отношении того, кто кого поддерживает, я думаю, что опросы, общественные опросы показывают, кто что требует, кто что поддерживает. Это далеко не так, как говорит господин Гелецкий. Не буду сейчас повторять этот вопрос. В отношении партнерства. Можно еще просто, вот я просто дополню, просто дополню. Дело в том, что это самое, что... Опять-таки, что касается России. У России есть программы сотрудничества с НАТО. Я не знаю, насколько они сейчас действуют. Но они, во всяком случае, действовали и действовали очень широко. Понимаете? Программы сотрудничества с Евросоюзом. То есть, нельзя делать такого монстра и не приглашать на конференцию. Просто на инвентарную конференцию. Если можно, по поводу приглашения России. Я думаю, что нам не нужно быть наивными и обсуждать, почему не пригласили. А потому что не хотели. Потому что боялись. Потому что это не надо было. А почему это все так? Почему? Да потому что само восточное партнерство было особенно против России. Да. Потому что восточное партнерство, это был проект. Знаем мы чей проект, да, господин Гелецкий? Нет, это ваша трактовка, господин Гелецкий. Не знаете? Скажу вам. Я знаю другое. Кстати, ну, проект Соединенных Штатов, который был провозглашен и реализован якобы через европейские структуры. Но цель его была одна. Создать вокруг границ России санитарный коридор. Коридор из числа тех стран, которые не станут теми самыми добрыми соседями. Не станут теми самыми предсказуемыми соседями. Не станут в лучшем случае друзьями и партнерами. А станут просто-напросто врагами и оппонентами. И этот лейтмотив, оппонент в лучшем случае, а противник и враг, прозвучал во всех выступлениях. Вот именно поэтому и не пригласили Россию. Ведь вы посмотрите. Не-не, я говорю словами или высказываю те мысли, которые высказали все три председателя парламента. И, кстати говоря... Нет, какие мысли они не высказывали. Вы другое чуть больше говорили. Не-не, не надо, не надо. Ну, мы можем поднять синаграмму, вы увидите внимательно. Не когда они спали уже. Когда высказались, уснули и сидели на первой неделе и спали. Я говорю тогда, когда они еще выступали. Они выступали, если позволите. Они говорили об угрозе, которую представляет Россия. В Молдове это было Приднестровье. То есть говорили, да, Грузия жалована, что вам уж Украина. Скажите, Людмила, если можно, я закончу свою мысль, если можно. Дело в том, что звучало так. Мир делится на друзей и врагов. Мир делится на партнеров и оппонентов. А поэтому все, что говорят, говорим мы, вот здесь, кто здесь собрались, мы друг другу друзья, то есть между собой не дружим, а мы дружим против тех, кто это враг и кто это оппонент. Вот в чем смысл этой конференции. И поэтому дальше делаются выводы. Все то, что говорят, кого мы считаем друзьями, это правда, это информация. Все то, что говорит и подает наш враг и наш противник, это дезинформация. Я, например, хотел задать одному из выступающих тот же самый вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот это же выступление Путина, это была дезинформация или информация? Как вы думаете, что бы ответили? А ведь это исходило от врага, как вы говорите, от врага. Что бы ответили бы? Ничего бы не ответили. Потому что этот вопрос, это выступление господина Путина, президента Российской Федерации, было предметом специального обсуждения между тремя самыми великими из тех, кто является противниками и оппонентами России. Германия, Франция и Соединенные Штаты. Мы когда конференцию планируем, мы не знаем, что Путин будет говорить за два года. Но с другой стороны, обратите внимание, мы говорим, это не только мы говорим, это говорит специальная резолюция Совета Министра Евросоюза по поводу Молдовы. Она говорит, господа, у вас есть реальные угрозы, угрозы безопасности, которыми является коррупция, которыми является юстиция зависимая, которыми является отсутствие демократических основ и правил при принятии решений по ограничению свободы слова и доступа. Давайте так, то, что вам нравится, то, увы, не по тех, но дайте мне тоже сказать. Вам это не нравится, поэтому в резолюции, завершающей, в декларации этой тусовки, нет ни слова о коррупции как угрозе, нет ни слова о том, что проблема всех стран трех – это независимая юстиция, ничего не говорится о демократических основах в плане прессы, ничего не говорится о проблемах, не просто сепаратизма, а в том числе уничтожения этих государств, каким является для Молдовы унионизм. Благодарю вас, господин Гелецкий, реплика и потом... Господин Циркан, он дал нам кремлевское торгование восточного партнерства. Пожалуйста, можете оставаться на этом торговании, есть документы, которые очень... И найдите мнение любого международного эксперта. Господин Циркан, мы маленькие дети, гугл. У нас есть документ, который говорит четко, почему восточное партнерство было создано. Если вы будете смотреть только официальный документ, то вы маленькие дети. Дайте мне договорить, потом я говорю еще раз. Вы выходите с чистым, как бы субъективным кремлевским торгованием, что такое восточное партнерство. Восточное партнерство было создано для блага этих стран, для того, чтобы эти страны могли приблизиться и в один день стали членами Евросоюза. Вот почему восточное партнерство было создано. Как вы ее толкуете, это другое дело. По поводу того, по поводу России. Скажите, у нас хоть один молдавский салат, есть на территории Российской Федерации? Российская Федерация имеет свое военное присутствие на территории Молдовы, на территории Украины, на территории Грузии. Вот о чем мы говорим. Поэтому надо, давайте, смотреть, все-таки была антироссийская риторика. Слушайте, антироссийской риторики не было. Это была прориторика, которая в защите... То есть хвалили Россию или лугали Гостон Гелецкой. Нет, не надо Россию говорить, что она сделала. Гостон Гелецкий, вот честно, была антироссийская риторика. У нас есть молдавские войска на территории Российской Федерации или наоборот российские... Вы не хотите отвечать на мой вопрос? А вы тоже отвечаете на мой вопрос. А я вам отвечу, господин, ответом и заодно про анонсирую. А заодно про анонсирую все-таки интервью, которое удалось, вот, пусть, вот, приложили много усилий, но удалось записать господина Вержболу. Знаете, кто это, да? Это экс-посол США в России. Я его знал прекрасно еще по Москве, и мы с ним пообсуждали. Бывший заместитель генерального секретаря НАТО, да? И мы его прямо спросили по поводу интересов Соединенных Штатов в Молдове. Знаете, что он ответил? Господин Остав, это вы тоже послушайте, пожалуйста, в отношении антироссийского. Он сказал, что самое главное, чтобы эти страны не попали под влияние России. То есть четко антироссийский характер вот этого всего, как вы говорите, конференции, это все было совершенно им честно определено. И спасибо ему большое. Это говорил американец. Теперь в отношении... Для меня конференции имеет важность для безопасности страны, для будущего моей страны. Теперь в отношении, позвольте, да, теперь позвольте. Вот смотрите, вы говорите, выступает грузинский спикер, цитата, он говорит о том, что Россия вот мешает территориальной целостности Грузии. Да, вот у них есть такая проблема. Я понимаю его, да? Но дальше он продолжает, он говорит так, нам необходимо укреплять отношения с ЕС и США именно поэтому, потому что ни одна страна, какой бы сильной она ни была, не может в одиночку устоять перед вызовами и угрозами. То есть он не просто говорит, что нам нужно решать эту проблему с Россией, он говорит, что нам нужно для этого США и ЕС. Почему? Я вот слушаю господина Путина, и он говорит, вы нас не слушали, а теперь послушайте. Ну это что, не угроза? Это не вызов всему остальному миру? А теперь услышите. Ну то же самое, тогда зачем вы говорите, а что вы мне говорите? Мне сегодня нужно определиться, как политику, как политика, как человека, который представляет молдавское общество. Я где найду безопасность для моей страны? Под российским крылом? Грузии. Нет, не в Грузии, нет, не в Грузии, а мы найдем вместе, на Западе, там где наши партнеры, где нам помогут. А, то есть честно, на Западе, спасибо, Ага Сангелевский. А ты же пойду по пути евроинтеграции, Людмила, а никто-то не скрывал. И Соединенные Штаты, правда, рядом? Ну и в том числе Соединенные Штаты, они наши стратегические партнеры. Спасибо, спасибо, спасибо. Это было важно. В программе правительства записано, что там скрытого в этом мире? Понятно. Что вы открыли для себя? Вы слушали выступления всех трех председателей парламента. Кроме того, о чем сейчас сказала Людмила, я хотел бы напомнить одну фразу из выступления председателя парламента Украины, который известен своим прошлым по Майдану. Сейчас вот дискутируется ситуация, связанная со снайперами, кто их инструктировал, кто им ставил задачи, кто их эвакуировал с Майдана. Значит, ну это другая история, пусть этим разбираются те, кому надо разбираться. Но он что сказал? И вы готовы подписаться под эти слова? Мы, то есть Украина, Молдова и Грузия должны стать и станут щитом безопасности для Европы и России. Нет, ну он так не сказал. Он так сказал, господин Герецкий. Я сидела и конспектировала. Давайте поднимите, он сказал, что Украина и наши страны являются щитом. Щитом, да. Являются, но не должны стать. Нет, ну он сказал, что являются щитом. Нет, нет, он сказал, что мы являемся щитом. Он сказал, что являемся щитом, но он добавил Россию. Но в таком случае, то та идея, которая сегодня появилась, озвучена, наверное, кто-то как бы поспешил сказать, но исходя из текста декларации, она это тоже похожа. Была озвучена идея. Давайте создадим батальон совместный Украина, Грузия, Молдова для того, чтобы обеспечить этот щит. Это что значит? Мы потихонечку из нейтральной страны должны превращаться в пушечное мясо наших людей. Должны превращать для того, чтобы непонятно от чего, непонятно за что, непонятно для чего и от кого защищать. Поняла. Вот господин Астаф заскучал. Мне кажется, это несправедливо по отношению к нему, поэтому я прошу вас прерваться. Столько мнений, да. Да, поэтому господин Астаф, вот смотрите, мы сейчас говорим по поводу России, по поводу, значит, роли Соединенных Штатов. Господин Гелецкий, я ему благодарна, сказал честно, мы ищем защиты у США и у Запада. Вот он признает это. Вот скажите, у нас же нейтральный статус. Должны ли мы искать защиты хоть у одной из сторон и тем самым являться стороной участников? Да? Вот как вот участников. Ну, любого конфликта получается, то, что может произойти в этом регионе. И как это согласуется вообще с нейтральным статусом? Ну, очень просто. Потому что Молдова не является, не живет в какой-то банке стеклянной, и она живет в контексте определенном, в региональном. Восточное партнерство всегда было о том, чтобы сделать доступны, допустим, услуги энергетического характера более доступные и менее стоимостные. Мы все понимаем, что рыночная экономика это может предоставить. К сожалению, горкие уроки показывают, что если нету этой рыночной экономики в энергетическом секторе, тогда у нас могут быть ситуации, когда кто-то тебе диктует. И тогда цена повышается. И тогда у тебя даже, может быть, зимой даже не будет энергии. Восточное партнерство одним из главных, скажем так, пилонов было о том, чтобы сделать рыночную экономику, которая работает в этом регионе. Невозможно построить независимую энергетическую систему, которая работает на людей, без того, чтобы общаться и с Румынией, и с Украиной, и с другими странами, которые здесь есть, и которые имеют те же вызовы. А при этом ругаться с теми, кто раньше это делал? Нет, да? Не надо. Ну, хорошо. Второй аспект насчет военного аспекта, вы говорили. Мы же понимаем, что различные формы военного сотрудничества, 70% всего, что происходит, это в части поддержания мира. И только 30% для того, чтобы действовать какие-то, отвечать каким-то серьезным военным, скажем так, вызовам. Я просто уверен, что все, что было сказано, говорилось в контексте поддержания мира. Для того, чтобы поддерживать мир, нужно знать друг друга, общаться правильно, и включительно и в плоскости военного сотрудничества, для того, чтобы знать, как разминировать. К сожалению, у нас есть и в нашем регионе, и в других регионах, и в Украине, и в других странах области, территории целые. Понимаете? Да, я понимаю. Но с вами спорит господин Трамп. Вот берет и спорит. А спорит он очень просто. Потому что он, да, он лично представляет концепцию национальной безопасности США. Было это не так давно, господа, я думаю, вы все об этом знаете, это было осенью. Где очень четко, в числе врагов Соединенных Штатов Америки, вторая страна после Китая была названа Россией. И я задаю теперь вам вопрос. Когда у нас организуется такая конференция, где участвуют Соединенные Штаты, которые официально назвали Россию своим врагом? Можем ли мы говорить о том, что нет вот этого подтекста? Господин Цуркан, как вы считаете? Ну, я думаю, что это не участвует. Давай опять ради коррекции скажем так. Ну почему же? Потому что официально. Атлантический совет. Атлантический совет. Я знала, что вы это скажете. Спасибо. Вот поэтому я вам, я подготовила для вас и для телезрителей информацию. В сентябре 2014 года, значит, известная уважаемая газета The New York Times сообщила, что с 2008 года Атлантик Каунсел получил пожертвование от более чем 25 правительств за пределами Соединенных Штатов, включая правительство Норвегии. Почему Норвегию выделили не надо? Ну, понимаете, то есть когда тебе правительство других стран помогает, то ты начинаешь задумываться о том, насколько эта организация неправительственная. Правительственная. Слово вам, пожалуйста. Она не представляет правительство. Дело в том, что она не представляет конкретное правительство конкретной страны, Людмила. Вот почему неправительственная. Но другой вопрос. Вот мне казалось, там было все просто пропитано антироссийской риторикой. Ну все, любое выступление. Хотя потом подходишь с кем-то говоришь, когда вот в кулуарах, да? Нет, нет, нет. Это совершенно не против России. Ну, ребята, ну вы только что вот говорили. Даже сам факт тот, что она велась на английском языке, и было очень смешно смотреть, когда три спикера вышли к журналистам. Три спикера, прекрасно говорящие на русском языке, значит, вышли к журналистам и начали говорить на неважном английском, а при этом Порубин надевал, значит, наушники. Он английский не говорит. Он не говорит, он слушал через наушники, потом, значит, он снимал наушники, те надевали наушники, он говорил на украинском, я понимала бы, если, например, там Канду бы говорил на румынском языке, если бы Кабахидзе говорил на грузинском языке, это одно. Но когда, понимаете, и это вот... Кабахидзе и русский не знают. И это вот было, ну хорошо, пускай было на грузинском, что они нашли переводчика, что ли. Ладно, вот слабо верится, но с ангелиски так считают, хорошо. Я с ним общался, я его спросил. По-английски вы спросили, если вы русский знаете, он говорит, что его поколение, он сам, он очень плохо понимает. Они плохо говорят по-русски, но они вопросы-то понимали, вопросы-то они... То есть понимаете, и вот даже такой вот штрих, он просто подчеркивает вот эту вот антироссийскую направленность этой конференции. И я считаю, что в принципе региональные объединения должны быть, они должны быть в любой стране, потому что один в поле не воин. Но другой вопрос, на что они направлены, тоже восточное партнерство, например, вот если бы, например, там говорить об энергетической безопасности, да, о каких-то общих энергетических проектах, то есть каких-то вот, это одно. А когда дело переходит в сферу военную, это совершенно другое. Понимаете, и нас, Молдова, не должна втягиваться вот такие вот региональные конфликты, не должна. Нас очень мало осталось. У нас очень сложная ситуация и так. И еще ко всему этому, так сказать, подставляться и говорить, смотрите, какие мы хорошие, мы вот дружим вот так вот. Понимаете, ну что это такое? Не важно, в данном случае, против России дружим. А где гарантия, что мы завтра не будем дружить против Украины? Я очень бы хотел... Господин Гелетки, давайте Господин Цурканов, а потом вы по очереди, и Господин Астаф опять же скучает. Спасибо. Я все-таки хотел бы немножко остановиться на аспекте, в чем, в общем-то, выгода для общества молдавского, потому что в конечном итоге мы же должны говорить не просто стерильно, вот так вот. А вот какая польза от этой конференции получит молдавское государство, получит молдавское общество? С точки зрения, значит, то, что мы еще более усугивили отношения с Россией, здесь очень много говорилось сейчас. Я думаю, что... Нет, так не считают, например. Ну, ради бога, не считают, но тем не менее улыбаются и понимают. Я же знаю, что люди-то все-таки, так сказать, ну как бы люди умные, слышали то же самое. Ну, так должны говорить, поэтому так говорят. Ну, я сейчас говорю, хочу сказать о другом, о фактах, о которых тоже трудно что-то будет, наверное, возразить, тем более, допустим, господину Гелектскому, как человеку глубоко верующему. И с точки зрения региональной безопасности, скажите, пожалуйста, вот принесет ли польза для Молдовы, с точки зрения региональной безопасности, тот факт, что по итогам этой конференции в конце есть фраза, что мы должны стимулировать наше правительство к тому, чтобы объединить усилия по укреплению сотрудничества в области обороны и безопасности, в том числе создания целого ряда инфраструктур. А теперь скажите мне, пожалуйста, и Украина, и Молдова, Молдова в лице министра так называемого обороны, заявила на выделенные Соединенными Штатами, ну, Молдова 11 миллионов евро, Украина, там речь идет о гораздо больших суммах, мы в ближайшее время приобретем... Нет, Украине даже часть бесплатно, Владимир Иванович, я настаиваю на этом. Да, значит, мы приобретем летальное оружие. Как человек военный, я могу вам объяснить, летальное оружие это то, которое убивает. На поражение, убивает. Вот скажите, пожалуйста, Молдове это надо сегодня? А России нужно... Убивать? Нет, постойте. Нет, Россия нужно... Мы сейчас говорим о Молдове. Нет, такие-то вопросы вопросы. Мы сейчас говорим о Молдове. А господин Астан, я отметил, господин Цуркан, для того, чтобы сохранить мир, у тебя должна быть хорошая армия. У нас в Приднестрове сильнее армия, чем наша молдавская армия. Господин Цуркан, о чем поговорить? Есть известная поговорка, ружье, которое висит на стенке, один раз в год все равно может выстрелить. Так и здесь. Вот кому это надо? Ради региональной безопасности нет. Для сохранения мира в стране безопасности. Дайте мне высказать. Для того, чтобы освободить склады от ненужного уже вооружения Соединенных Штатов и сюда перекинуть все старье. Ну, наверное, им это выгодно. Причем за деньги. Причем мы же должны это все оплатить. Мы это должны оплатить. Так что, получается, ценой наших неполудополучных пенсий, зарплат, ценой недоразвитности, экономики и так далее, мы должны сейчас для себя приобретать вот это вот самое оружие на поражение. В Москве тоже бы сказали бы эту речь. Какой ценой господин Путин эти ракеты создают сегодня? Хорошо. Я предлагаю заправлено господином Путина. Оставим в покое Россию и Соединенные Штаты. У них свои конкретные, это две мегадержавы и третья Китая, которые имеют свои конкретные вопросы, связанные с сдержками и противовесами. Мы ни в коем случае не должны быть втянуты в эту вот, ты за кого, ты против кого. Вот эта конференция. У нас армия как раз она недообеспечена, недооснащена и так далее. Можно, да? Вот наша, в данном случае, это, значит, политика, так называемая, вот эта конференция, она приводит к тому, что мы не только создаем дополнительные очаги напряженности региональной, но мы и провоцируем всех наших вокруг, соседей в том числе, и в том числе Россию. Кого? Скажите, пожалуйста. А для чего наше Министерство обороны с второй попытки продало ракетные комплексы, три ракетные комплекса Украине? Для чего? Хорошо. Я хочу предоставить слово Господу Астафу. Господу Астафу, вот смотрите, очень многие аналитики, я прочитала очень много комментариев, те, которые уверены в антироссийском характере, значит, этого события, они говорят так. Так, ну понятно, да, какие интересы есть у Соединенных Штатов, нам понятно, какие есть интересы у России, но зачем на сегодняшний день нам участвовать в таких вот форумах и портить отношения со страной А, которая показала, что у нее на сегодняшний день есть самое новое оружие, да, зачем портить отношения со страной, которая является нашим на сегодняшний день основным поставщиком газа, тоже, в том числе, да, и зачем портить отношения со страной, в которой на сегодняшний день работают тысячи гастарбайтеров, и которые могут на себе прочувствовать многие, да, моменты вот такой непродуманной молдавской политики. Зачем нам это делать? Ну, я еще раз говорю, то, что я сказал раньше, что это не попытка обозлить кого-то, или кому-то насолить, или кому-то испортить отношения. Ну, Россия вот во время этой конференции, буквально там, вот со временем каким-то там, вот буквально плюс и минус, это новость о газе. Вы считаете, что вот это вот тоже? Если бы эту новость сказали бы раньше, конференции, наверное, бы не было. Да, понятно. Это было в тот же день. Так, это было в тот же день. То есть, понимаете, Россия отреагировала, а мы говорим, не, а мы все равно, не, вот мы просто собираемся... Россия отреагировала. Вы же знаете, почему Россия решила отказать в продолжении контракта на автогазе, то есть украинскому поставщику или распределителю, потому что Россия... Нет, нет, давайте Молдова-Россия, оставьте Украину, пожалуйста. Вы мне сделали такую прелюдию, все связались с Россией, отдайте, чтобы отвечал... Нет, меня интересует Молдова-Россия. Хорошо, ладно, отвечу, как вы хотите. Восточное партнерство вообще на самом деле по-другому. В рамках Восточного партнерства была создана возможность молдавским гражданам путешествовать и перемещаться в более 90% стран мира. То есть это немало. Свобода выбора каждого человека, не то, что кто-то наворачивает мозги через телевидение и так далее, а свобода выбора каждого человека в отдельности. Это очень важная штука. И Восточное партнерство создает эту возможность людям самому выбирать, где работать, где учиться. Какие, где блага создавать. Я, честно говоря, думала, что это сновополагающий принцип. Ну, в том-то и дело. Восточное партнерство создало эту платформу необходимую. Давайте двигаться дальше по Восточному партнерству. Нет, давайте двигаться в отношении... Господин Оставов, есть вопрос. Скажите, пожалуйста, зачем Молдова портит отношения, я вот перечислила, в экономике, в других вот сферах. Нет, такое ощущение, что кто-то ходит обиженный, вот обиделся на что-то, и ходит, и эту обиженность проектирует на всех остальных. На случай не было против, на случай было развитие дальнейшее, чтобы в дальнейшем, на самом деле, Восточное партнерство дало возможность свободно перемещаться, возможность в будущем, недалеком, понизить стоимость энергии, в будущем, недалеком, улучшить качество услуг юридических, финансово-банковского характера, чтобы была настоящая... Мне кажется, европейцы не выдержат таких надежд. Нет, послушайте, вот это и есть углубление в дальнейшем улучшения качества жизни. А с Россией все хорошо, вот как Господин Оставов? Нет, конечно же нет. Нужно с Россией строить, строить сначала двойственные взаимоотношения, без того, чтобы кто-то ставить санкции, без того, чтобы кто-то, значит так, использовать, показывать пальцем, что не дай бог, что так далее. То есть нужно по-другому строить взаимоотношения. И я уверен, что и с Россией будут эти взаимоотношения в определенном, в одной перспективе восстановлены. Но Россия не должна сходить себя, воспринимать себя как какой-то обиженный человек в отношении какого-то регионального сравнения. Ты сама же виновата, обиделась. Я не сказал, что сама виновата. Россия сама продвигает очень много региональных проектов, которых не принимает и не приглашает другие страны. И это нормально строить. А может быть, со временем Россия также будет частью европейского пространства. И граждане России смогут свободно путешествовать, как и молдавские граждане, как и украинские. Жаль, что нас не слышат сейчас россияне. Они бы много нового узнали. Потом, господин Гелевский, вы хотели реплику в отношении молдавого российского? Потому что, послушайте, я неоднократно говорил, если бы Российская Федерация уважала решение молдавского правительства по поводу евроинтеграции, если даже пришел бы день, это принципиально важно, маленькая-большая сторона, мы должны уважать решения, которые принимает Российская Федерация. В интересах ее национальной безопасности, в интересах ее экономики. Так самое и для нас. Вы можете не соглашаться, но вы не можете назвать это что-то против России. Потому что, если придет день, я не знаю, может, он никогда не придет, но если придет день, когда... То есть не так они с нами... Да, да, они даже просто так соглашаются. Будьте внимательны. Господин Гелевский говорит, что обиделись как раз мы, а не они. Нет, дело в том, что они неправильно относятся к нашим решениям. Вот ведь наша обида, да. Вот не их обида, а наша. Нет, дело в том, что их отношения, в этом случае, говорят, что мы антироссийские. Нет, просто так, что они зря обижаются. Я говорю, мы обижаемся. Спасибо вам, что вы откровенно говорите. Нет, ну да, они почему-то должны реагировать, они просто должны уважать. Если в Молдове было проголосовано про восточное или про западное правительство, какого бы оно бы цвета ни было, вы просто как другая сторона, это независимое, суверенное государство. Они так решили, мы уважаем их выбор. Спасибо. Завтра будет другой выбор, мы тот выбор будем уважать. Вам сегодня огромное спасибо за то, что вы отвечаете честно. Вот честный человек говорит. Нечего тут говорить, что обижается Россия. Обижаемся мы, у нас есть куча претензий. А никто не обижается. Но разница... Нет, не обижаемся. Нет, я сказал, что... Все время мы говорим, что... Я слово обида... Ну понятно, да. Давай не из такого мои слова. Я слово обида не использую. Я сказал, что у любого государства, суверенного, независимого, есть право решать, куда двигаться. Она западная, восток. Безусловно. Когда она должна защищать свою страну, экономически, энергетически, по-военному и так далее. Замечательно. Хотите подпишусь под каждым словом, но только есть один момент. Какой? Какой? Когда страна делает выбор четко в одну сторону, она должна понимать, что могут быть последствия ее выбора. И в любом выборе есть свои последствия. Пожалуйста. Что это шантаж, что ли? Я не понимаю. Как вы уважаете мое решение, если вы мне уже пальцем показываете? Обратите внимание. Мы вас уважаем, но если вы так решите, мы вам покажем. Ну так же нельзя. Я лично могу... Газ отключить. Да, это не я, к сожалению. К сожалению, так говорит Россия. К сожалению, она так сказала. Я вот сейчас слушаю, не обижайтесь, не Людмила, не господин Гелецкий, не господин Настав. Слушаю, и у меня пришла такая в голову мысль, вы знаете, мне кажется, что Россия была глубоко все равно по поводу этой конференции. Это не тот уровень страны, которая должна вообще обижаться на такого рода тусовку. Абсолютно. Абсолютно. Другое. Мы должны думать, что мы делаем, а не они должны думать, что мы делаем. Это первое, что надо нам действительно иметь в виду. При этом, заметьте, я не шантажеру не угружаю, а просто констатирую, что мы должны думать, зачем все это дело мы вытворяем. Мы должны думать, что если мы вот собрались те, которые так сказать, вот остались от этого дома под названием Восточное партнерство, не знаю там какой, полэтажа или подвал этого партнерства остались, но должны были подумать, стоп, а почему мы находимся в таком состоянии, что сегодня Евросоюз жестко критикует Молдову за то, как Молдова движется по этому самому пути, который так сейчас защищает господин Геленский. Почему жестко так критикует? Ну, посмотрите, вы знаете, в советское время, когда писали характеристики, писали, он хороший семьянин, туда-туда-туда, вместе с тем, и вот потом начиналась суть этой характеристики. Не сравнивайте, господин Геленский, мне понравится сравнение с советским временем. И резолюция, и господин Геленский помнит прекрасно, я даже знаю, где он получал характеристики, от кого. Если надо будет, я ему потом покажу, но он знает прекрасно. Не надо. Это шантаж. Не надо. Но дело не в этом. Сейчас это да, он опять был шантаж. Почему? Это история, наше прошлое, это так. Но я сейчас... Спансер Камни шантажируйте дальше. Том, не переводите стрелки. Так. Я сейчас хочу сказать о другом. О том, что мы все-таки должны понимать прекрасно, что если у нас есть и в Грузии, и на Украине, или в Украине, и в Молдове есть такие проблемы, о которых я назвал с самого начала, как коррупция, как нерешение внутренних наших проблем, в Украине, громаднейшая кража из банков в системе, у нас, для Молдовы, вообще, значит, мирового масштаба кража у нас. Мы ничего об этом не говорим. Кстати говоря, представитель парламента Латвии, аккуратненько, тоненько так, в конце сказала, вообще-то надо подумать, у нас очень серьезные проблемы у всех с коррупцией. Вы найдете в этой декларации, заключительной этой конференции, хоть слово? Коррупция. Это был вопрос кому-то конкретно? Нет. А что тут отвечать, если этого нет? Тут отвечать нечего. Ну, они же авторы этой декларации, они передадут своим коллегам. Они должны сказать, что они делают. Ну, нет ничего. Я действительно не являюсь автором. Господин Цуркан прав. Но, скажем так, цель конференции и темы, которые обсуждались, еще раз говорю, они были другого характера. И одно другое не исключает. Вы считаете, что коррупция это не беззаметно? Нет, не проблема, господин Цуркан. Если бы, и может быть, стоит и такую конференцию организовать на тему, как бороться с коррупцией. Я не говорю, что этой проблемы нет, и с этой проблемой не нужно бороться. Но не нужно сейчас опять потасывать и сказать, что вот, слушайте, нам нужна была коррупция, эти проблемы, связанные с угрозами, в том числе военными, мы их должны отхранить. Это показывает Евросоюз в Молдове. В резолюции прошлой недели, понедельник, ровно. В той же резолюции, которая сказана в Евросоюзе, как раз говорится о сотрудничестве в области безопасности. Поэтому есть и то, и другое. Понимаете, в чем дело. В той же резолюции Совета Евросоюза. Ну, они же не могли не сказать, если они тоже были соучастливы. Господин Герецкий, безопасность, это и борьба с коррупцией. Да я не отрицаю это. Понимаете? Вам просто, вы хотите, чтобы, вот тут блок, который вам не понравится, вы хотите заменить, вот только беседу. Нет, 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 боже упаси, боже упаси. Я извиняюсь. Просто, понимаете, когда переходят в военную плоскость, это уже, по-моему, через чё. Военная плоскость, военная плоскость и коррупция. В 16-м году было выявлено попытки продать вот те самые ракетные комплексы. В конце 16-го, в начале 17-го года Национальный Центр по борьбе с коррупцией возбуждает уголовное дело по этому факту. Несмотря на это, операция проводится, военная операция по продаже фирмы, офшорной фирмы, офшорной фирмы, которой управляет украинец. До этого попытались продать Укрмашине, государственному предприятию. Но поскольку цена, которая была определена нашей торговой палатой, была не очень для них выгодная, поэтому решили немножечко навариться. Навариться, кто должен был разобраться Центр по борьбе с коррупцией. И вот мы, говоря о безопасности, лишили армию трёх ракетных комплексов. Возбуждено уголовное дело. Под прикрытием этого уголовного дела ракетные комплексы успешно переходят на территорию Украины. До сих пор никто, даже не определен статус одного из чиновников, которые были участвовали в этой незаконной сделке. Я благодарю вас. Президент поставил этот вопрос на Совете Безопасности. Да. Заблокировали. Будет следующий Совет Безопасности. Возможно, и об этом поговорим. Я всё-таки к конференции вас возвращаю. И позволяю... И всех участников, кстати, уже, как говорится. Нет, нет, я это связал. Коррупция и безопасность. Очень интересно, манипуляция, конечно. Владимир Иванович, я прошу прощения, не обижаться сегодня этим участникам. Я хочу предоставить им слово. Вот смотрите, вы начали об этом говорить, а я всё-таки цитату это хотела бы сказать, потому что три председателя парламента подписали декларацию. Вот всё-таки дословный текст. В этом заявлении они обещают продвигать общую позицию в области обороны и безопасности. Вот возникает сразу, по-моему, понятный вопрос. А как же наш нейтралитет? Как же, да, вот нам Конституция запрещает участие в различных военных организациях, да? Блоки разного рода. Блоках, спасибо. Понимаете, вот как с этим быть, если у нас уже совместная общая позиция с некими странами? Госпеда, настав. Я прошу прощения, господин Гелецкий, господин Астав. Мы уже проговорили несколько раз. Понятие безопасности — это всеобъемлющие понятия и энергетического характера, и информационного характера, и перемещения людей, и так далее. То есть нужно немножко открыть глаза. Нет, здесь чётко, извините, пожалуйста. Общая позиция в области обороны. Обороны, да. И безопасности. Давайте с обороны разберёмся. Вы по обороне или по безопасности? Давайте с обороны. По обороне. Да. Понятие обороны, что такое? Как будем совместно? Мы же все, господин Цурган говорил, читаем Google то, что говорит. Понятие обороны, оно всеоблемящее, потому что есть гибридные вопросы безопасности. То есть оборона, допустим, и сетей электрических, и систему транспорта. Это энергобезопасность. Но это всё входит в оборону страны. То есть страна должна быть готова к различным гибератакам и так далее. То есть это понятно. Наверное, вы не читаете Google, как говорит господин Цурган. Нужно открыть Google, посмотреть, что такое оборона, каковы являются безопасности, связанные с... Цурган, вы открываете Google? Давайте я пока... Я вам пока расскажу. Я возвращаюсь. Не, нам не рассказывать. Вы сами Google почитаете, да? Я возвращаюсь. Я пока буду говорить, вы откройте и посмотрите. А я открою. Какая разница между обороной и безопасностью? Есть огромная разница, да. О! Так вас просили про оборону. Вы говорите в стандартном, классическом, советском смысле, что такое оборона. А я вам объясняю, что в своеме на смысле. Я про оборону спросила. У нас должно быть... Если мы говорим также о понятии обороны, относится и к инфраструктуре, функционирование этой инфраструктуры, чтобы не было нападков, скажем так, от различных акторов государственных или государственных, которые могут... То есть, вот это понятие обороны в современном смысле, а не в советском, скажем так, реликтовом смысле. Вот в чем разница. Открывайте, конечно же... Скажите, пожалуйста, строительство Украиной, несмотря на позицию правительства Молдовы... Это вы к обороне хотите отвезти, да? Безопасности обширной. А, безопасности обширной. Обширному понятию. Обширному понятию. Безопасности. Экологической безопасности, которая грозит сегодня через осушение однисердия Молдовы. Это что? Я открыла... Почему это не было... Почему это... Откройм меч и этот... Нет, давайте так. Почему это не было предметом обсуждения на конференции? А почему это должно быть предмет им для конференции? Я прошу прощения. Это не было предметом обсуждения, потому что нет... Вопрос был по поводу обороны. Я открыла не советскую, я открыла современное толкование. Что такое оборона? Это система политических, экономических, военных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите государства. Вооруженной целостности и неприкосновенности территории. Иными словами, продажа ракетных комплексов, приобретение летального оружия и создание совместного батальона Украина-Молдовы и Грузии, это и относится к понятию обороны. То есть не такое. И юридического, и правового. Вы же умный человек. Не ставьте себе обновленное положение. Потому что все эти отношения облекаются в форму договора. Абсолютно. Я вам объяснил, что такое военное сотрудничество. 80%, 78% это для поддержания мира. Молдавские военные бригады участвуют и в Косово, и в Афганистане. Ну летальное оружие на 10 миллионов евро, это для поддержания мира. Убивать людей, это для поддержания мира. Абсолютно нет. Абсолютно нет. Вот видите, зачем в России ракеты? Не для поддержания мира, разве господиoid? А почему Молдова продает три комплексы для того, чтобы потом покупатели дальние оружия? Так пусть они не поддерживают мир через ракеты. Господин, а что вы, мы должны? Я хотела окей-то. Давайте мыulosим ракеты. Вы можете оружие с собой? Скажите, у вас есть уже своё штатное оружие, правда? Но скажите, что нет сейчас. У вас есть свое оружие, штатное имя. У вас есть оружие? Есть. Кого вы боитесь? Я не зашел его, вот смотрите. У вас есть оружие, он у меня в сейфе, когда я кожу на фото, я его беру. Сами ответьте на этот вопрос и подумайте. Не надо, не надо, не надо. Нам бронепоезд стоит на мирном пути. Просто поставим это, если говорят все, что не мне. Если говорят все четыре участника одновременно, значит, тогда говорю я. Я просто, мне кажется, поняла, в чем сейчас заключается спор. Кто-то ниже пояса пытается ударить, а когда получает удар ниже пояса, сразу же ретируется обратно. Судя по всему, вы много раз сегодня получили, потому что вы много раз пытались. Вот смотрите, ведь речь-то не о том, что мы понимаем все, для чего оружие. Но насколько я понимаю, речь идет о том, против кого мы вооружаемся и закупаем это летальное оружие. Не против. Господин Гилетский, дайте я вам скажу. Понимаете, когда мы понимаем, что есть вооружение у России, когда мы понимаем, что есть вооружение у Соединенных Штатов, зачем Молдове тратить эти деньги на покупку того самого оружия, если мы прекрасно понимаем, что мы в любой критической ситуации не будем... Явно не для Цурканаи, явно не для товарища... Следуя вашей логике, Людмила, следуя вашей логике, нам вообще армия не нужна, зачем нам армия? Вообще нейтральная страна, зачем нам армия вообще стране не нужна? Вы знаете, да, этот вопрос у нас ставится давно в Молдове. Вы знаете, некоторые уважены, что такая армия нам точно не нужна. А я считаю, что... Во-во, правильно! Правильно! Потому мы хотим, чтобы армия была оснащенная, чтобы армия была одетая, обутая, понимаете как? Господин Герецкий. Защищать страну нужно. От кого? Да от кого угодно. Мы живем в таком мире сегодня, что могут быть угрозы, откуда хотите могут быть угрозы. Опять лет назад не нужно было. У нас через Днестр сильнее армия, чем наша национальная армия. Понимаете, в чем дело? А, то есть все-таки с теми, кто через Днестр? Не, ну не обязательно. Откуда угроза может быть? Это важно. Я просто привел вам пример. Господин Герецкий, опять лет назад не было никаких угроз. Скажите, почему армия нужна стране? Я понимаю только простой момент. Если мы закупаем оружие у страны члена НАТО, то мы вряд ли будем воевать со страной членом НАТО. Ну естественно. То есть получается, что это оружие нам предоставили, чтобы мы воевали с кем-то другим. И страшно предположить даже с кем. Ну почему, я не могу понять. Почему вы вот так действительно, ну настолько хотите убедиться? Господин Герецкий, а почему сегодня вы? Людмила, вы не правы. Оружие нужно защищаться, а не нападать. Вы хотите кому-то вбить в голову, что мы покупаем оружие, чтобы нападать на это? На никого не заходится нападать. Господин Герецкий. Мне нужно вот эту истерику здесь, понимаете-ка. Господин Герецкий, давайте скажем людям честно. Нам нужно защищать страну, чтобы в стране был мир, понимаете-ка. Господин Герецкий, даже ракеты... Вот это честно, вот это самое честно. Понятно, вы сегодня в эмоциях не нравится, но секунду, я про ракеты скажу. Вы знаете, в чем разница между охотничьим ружьем и автоматом? Не знаете? Объясните нам, пожалуйста. Нет, так я объясняю. Вы же мне говорите про оружие, а я вам просто объясняю, в чем разница. Автомат, это тот самый вариант летального оружия наступательного характера. Мне вот это интересно, что когда идет речь о России, вы не хотите критически так подойти. А к Молдове... Я вам предложил вообще, оставьте Россию в покое. Давайте поговорим об опасности, которая есть в Молдове. Просто господин Суркан не понимает, что все познается в сравнении, если здесь хорошо живут. Вы тревожьте тогда Россию дальше, если хотите оставить. Потому что если люди в Молдове получают, допустим, тысячу или две тысячи лет, все познается в сравнении. Люди в Украине получают, допустим, семьсот или тысяч двести. В России понимают, все познается в сравнении. А я говорю о том, что господин Суркан говорит, не нужно ничего познавать в сравнении. Каждый человек, который смотрит эту передачу, знает, что все познается в сравнении. Безусловно. Если мы едем, допустим, в Вену или в Берлин, и видим, что условия там лучше для жизни, нужно стремиться к этому. Конечно. Если мы едем, допустим, в другой город, все познается в сравнении. А кто-то пытается сказать, что не надо в сравнении. Нужно стремиться, господин Суркан, чтобы самим в доме делать право. Вы со мной уже действовали. Конечно. По-моему, я имею на это право. А в отношении оружия могу сказать, понимаете, как господин Геринский, вот какой там пистолет, автомат, не знаю, не стану спорить, но знаю точно, что вот те ракеты, которые, то вооружение, которое вот было признано, что оно будет только оборонительный характер, я знаю, что эти ракеты могут легко в течение нескольких секунд стать наступательными. Так? Когда речь идет о системах ПРО, это не моя оценка, на самом деле. Так говорят многие. Понимаете, мы должны быть готовы, мы должны понимать. Так? Давайте по минутке вам предоставлю. Всем время мы уже все выбрали, к сожалению, но мне бы хотелось, чтобы вы в отношении этой конференции высказались и ответили на вопросы. Смотрите, у меня, например, ухо вот мне покоробило, когда два спикера, они назвали вот наш регион серой зоной. Слышали такое, да? Ну, о серой зоне говорили, когда… Вот как это? По минутке, если можно. Да. Ну, понимаете, нас пытаются превратить в серую зону, скажем так. Нас пытаются превратить в серую зону. И мы с удовольствием на это дело ведемся. Вот что ужасно. Поняла. Спасибо. Владимир Иванович, серая зона. Как это? Я уже сказал, что восточное партнерство – это перевод нас не столько в серую зону, сколько в стерильную зону, когда мы не должны ничего слышать, кроме того, что нам скажут. Ничего не делать, кроме того, что нам скажут делать. И ничего не покупать или продавать там, где нам только скажут это делать. Поняла. Поэтому все это и приводит к тому, что мы превратимся в страну однобокого развития, в страну-прислужницу, служанку для тех, кто создал это восточное партнерство. Спасибо. Господин Остав. Молдова не заслуживает ни понятия серой зоны, либо зона привилегированного влияния какой-то страны. Молдова заслуживает быть страной свободной и независимой. Это правда. К сожалению, риторика есть во многих, скажем так, и понятие привилегированного влияния со стороны одних акторов, и серой зоны с другой. На самом деле, эти спикеры сказали, что Молдова должна выйти из этих парадигм закрытого развития страны. Не серая зона и не привилегированная, а свободная страна, которая строит затошение со всеми, которые есть в регионе. Вот так это было на самом деле. Поэтому давайте вооружаться. Вот со всеми, да. Господин Гелецкий. Опять ниже пояса. И хочет господин Цуркан снова получить ниже пояса, да? Господин Остав, вы как-то нежные. Мне ниже пояса невозможно ударить. Вы как-то нежные. Владимир Иванович, пожалуйста, Владимир Иванович, пожалуйста. Господин Гелецкий. Ужас. Я закончу такой библейской цитатой. Иисус сказал так. Блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами божьими. Для меня очень важно как политика, чтобы в стране был мир. И чтобы все, что мы делали в области обороны и безопасности, сохранить этот мир. Ни на кого не намерен, не считая, что мы вообще должны эти мысли исключить от себя. Нам нужно сохранить мир, который есть сегодня в нашей стране. Это самое важное. Спасибо. От себя добавлю, что правила участия отныне в программе «Полюс» меняются. Теперь все участники будут мне доказывать, что у них нет с собой пистолетов. Извините уж, но судя по сегодняшней программе... Я, кстати, вам передам информацию, какое оружие есть у господина Астафа. Договорились. Я буду очень... Я буду рада, если вы друг другу. Я передам информацию, что у меня нет оружия, господин Тверка, чтобы люди знали, что у меня оружие нет. Я не ношу оружие. Я благодарю вас за участие в первой части программы «Политика». С названием «Политика» приходите к нам еще. Я напоминаю, что совсем скоро наш информационный вечер продолжит выпуск новостей. А сразу после в эфир выйдет вторая часть программы «Люди». Вас ждет интервью с американским дипломатом, бывшим послом США в России, бывшим заместителем генерального секретаря НАТО Александром Вершбол. А затем мой коллега Илья Киселев представит вам свою рублику «Человек года». Это «Полюс» и мы с вами на одной стороне. Вы смотрите «Полюс. Политика. Люди. Страна». В эфире часть вторая «Люди». И открывает ее, как обычно, интервью. Сегодня наш собеседник – американский дипломат, бывший посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Рассел Вершбол. Илья Киселев встретился с ним на полях прошедшей в пятницу конференции по безопасности. Предлагаю теперь внимательно, дословно проанализировать то, что он сказал. Дело в том, что человек, не связанный обязательствами дипломата в стране пребывания, может позволить себе больше. Как правило, это и есть истинное мнение Вашингтона. Ну, или его чиновников. Итак, смотрим и делаем выводы. Господин Вершбол, в чем заключается интерес США к Молдове? Господин Вершбол. Украинский дипломат, что все страны, в Европе, особенно те, кто-то из-за своего ужеизвела, имеют правительство, то есть правительство, и правительство, и оплама, и это правильное мышление. Итак, главные слова здесь – не позволить России восстановить зону гегемонии в этой части мира. Все честно. Американцы не говорят о том, что их заботит уровень здравоохранения или, например, образования. Они не говорят уже даже о демократии. Маски сброшены. Они интересуются Молдовой в пику России. Никакой любви, заботы и иных телячьих нежностей. Они здесь не за. Они здесь против. И это первое, что надо запомнить молдавской правящей коалиции. На днях Совет Европы осудил принятые в Молдове законопроекты, которые направлены на борьбу с российской пропагандой. Почему США не отреагировали на логичном уровне? Ну, я думаю, что мы обсудили это на государственном уровне. Я не знаю, как и на государственном уровне. Мы согласны, что нужно пытаться попробовать эффекты от российской пропаганды. Я думаю, что это контроверсионная вопроса, если мы должны полностью забыть это, или сделать лучшую работу в поддержке баланса и объективной информации, чтобы пропаганды не получили влияние. Я думаю, что Соединенные Штаты решили обсудить это на привычном уровне. Европа уже более публично. США на частном уровне, Евросоюз на государственном. И это удивительно. Хотя бы потому, что США – это государство, а Евросоюз – политическое и экономическое объединение. Но дело даже не в этом. С каких это пор свобода слова не интересует США на государственном уровне? Да ради нее руководители Америки, по их словам, готовы были умереть. Это они называли США империей свободы и эталоном демократии. Это они ради нее продвигались на территорию других стран и не всегда с санкцией Совбеза ООН. А тут – тишина. Может, потому, что это против российских СМИ? Ну да, посол же честно сказал – главное, чтобы здесь не влияла Россия. В Молдове уже третий год идет расследование кражи миллиардов долларов из банковской системы. Недавно был, в Молдове был направлен второй отчет американского детективного агентства КРОЛ. Однако он оказался за секретом. Почему США не требуют от молдавских властей опубликовать? That I don't know. I can't speak for the U.S. government on that. But I think, as an observer, I think Moldova has suffered a lot of damage from the banking crisis, but it has taken a lot of actions over the last two years to repair the damage. Now it needs to consolidate the reforms and reestablish confidence of foreign investors, as well as the international financial institutions, to actually begin to move forward with more rapid economic growth and more stable investment climate. So Moldova, I think, has learned from its mistakes. And the key is reform, transparency and the rule of law and rooting out corruption. So this doesn't happen again. Итак, сегодня мы узнали, что в Америке считают, что за последние два года Молдовой сделано много, чтобы устранить ущерб от кражи миллиарда. Очень хочется спросить, а что конкретно? Мне даже неудобно напоминать, что до сих пор мы не знаем ни участников кражи, ни бенефициаров. Их имена не названы официально. А прошло уже четыре года. Вы можете представить кражу подобного масштаба в США и, главное, ситуацию, когда спустя четыре года там не знают, кто ее организовал? И я лично в такое поверить не могу. Так почему с нами так можно? Вопрос это скорее уже риторический. На прошлой неделе министр обороны СТУРЗа заявил о том, что Молдова будет закупать летальное оружие. Как вы думаете, против кого осуществляются эти закупки? И как это вообще выглядит, учитывая, что в Молдове есть территориальный конфликт? Будет ли это направлено против Приднестровья? Как вы считаете? Я думаю, что каждый штат имеет право, но также обязательность, чтобы иметь минимумные и минимумные возможности для самостоятельности, но также чтобы участвовать в интернационных оперативных операций, которые Молдова в последние годы, включая в Косово, с НАТО. Так что я не думаю, что вопрос о том, кто это против, это правильный вопрос. Я думаю, Молдова и все остальные страны в регионе agree, что конфликт транс-министрийный конфликт должна быть решена через дипломатизм, based на принципы соединения и территориальный република Молдова. Но нет никакой решения для этого конфликта. Но, опять же, это право и ответственность для любого штата, чтобы иметь возможности, чтобы защитить себя. И я рад, что Молдова увеличивает свою защиту, хотя бы чуть-чуть, и пытаясь развивать большую компактивность с их вооружёнными силами с НАТО. Вот. Это сказано. Молдова, по мнению Вершбол, должна достичь большей совместимости своих вооружённых сил с НАТО. Это цитата. А ничего, что мы по Конституции нейтральная страна, и нам законом воспрещается такая совместимость с любым военным блоком или организацией. Ну, а если ещё серьёзнее, то возникает ещё один очень важный вопрос. Зачем вы втягиваете Молдову в своё противостояние с Россией? У нас своих проблем достаточно. А знаете почему? На самом деле почему? Да потому что позволяют. Позволяют те, кто сегодня правящее большинство. И ради политических очков эти люди готовы на многое. В Молдове прекрасные отношения с соседями из Украины и с Румынией. Тем не менее, ещё можно добавить то, что Молдова является нейтральным государством согласно Конституции. Против кого же нам вооружаться? В Молдове не означает, что нужно быть взорваны. Сурина и Финляндия investают много в своих собственных защитных способностей, both для защитной защиты, но также для того, чтобы они могут быть игроки на уровне интернациональной. Они participают в операции УН-Надо, операции, без быть members, без дать их нейтральность. И я думаю, что Молдова должна посмотреть в свою будущую в同ом случае. Я думаю, что те, кто скажет, что партнерство с НАТО не incompатима с нейтральностью, игноруют очень позитивную испытания Финляндии, Сурины, Аустреи, Свитцерланд как партнерство с НАТО. Это не партнер Европейской Организации или НАТО. Поэтому Молдова должна быть делать то же самое. Это часть, что является республикой страны Статус уважаемой страны в мире не достигается уровнем партнерства с НАТО. И сравнение это крайне неудачное. Швеция и Финляндия уважаемы прежде всего из-за экономической, а главное социальной политики. И НАТО тут вообще ни при чем. Ну, разве только благодаря тому, что они не вошли в этот блок, смогли сберечь деньги и потратить их на социальные программы, а не на вооружение. Об этом надо думать нашему правительству. О врачах и учителях, пенсионерах и студентах. Иначе, по словам самих же спикеров Молдавского и Грузинского парламентов, мы так и останемся серой зоной. И у нас будут граждане, живущие серой жизнью, беспросветной, безнадежной. Это было интервью с Александром Вершбоу. Вы смотрите Полюс и настало время рубрики «Человек-года». Илья Кисалев уже в студии и готов завладеть вашим вниманием. Илья, перенимай эстафету. Спасибо, Людмила. Сегодня мы подводим итоги февраля и с вашей помощью, друзья, выберем человека-месяца. Мы еще раз коротко расскажем вам о тех, кто стал нашими героями феврале. На прошлой неделе голосование проходило в интернете, а сегодня вы сможете выбрать человека-месяца, позвонив по одному из указанных номеров телефона. Первый номинант гроссмейстер-шахматист Виорел Балаган. Гроссмейстер Виорел Балаган родился в Кишиневе в семье специалиста по информатике и учительницы испанского языка. Виорел научился играть в шахматы у своего отца в возрасте 7 лет, но заниматься шахматами начал довольно поздно, почти в 10 лет. Уже в 13-летнем возрасте Виорел Балаган выполнил норматив кандидата в мастера спорта. В 1990 году Балаган стал международным мастером, а уже в октябре 1991 года на Конгрессе Международной шахматной федерации ФИДЕ ему было присвоено звание гроссмейстера. В числе наивысших достижений гроссмейстера Виорела Балагана победа на престижнейших шахматных турнирах в Минске, Пекине, Буэнос-Айресе, супер-турнире в Дортмунде, где он опередил таких шахматных корифеев, как Владимир Крамник, Бешванатан Ананд, Петер Леко. На целом ряде турниров наш соотечественник Виорел Балаган делил первые места с Анатолием Карповым, Найджелом Шортом и Юдит Полгар, достигнув высокого 18-го места в рейтинге ФИДЕ. Виорел Балаган постоянно играет на первой доске за команду Молдовы на шахматных олимпиадах в Маниле, Москве, Ереване и Листе. Последние годы гроссмейстер Виорел Балаган работал тренером сборной Катара по шахматам. Наш следующий номинант театральный режиссер Юрий Хармелин, художественный руководитель театра с улицы Рос. 40 лет. Для некоторых этот срок настолько велик, что они пока не в состоянии его просто осмыслить. Для художественного руководителя и режиссера государственного драматического молодежного театра с улицы Рос Юрия Аркадьевича Хармелина 40 лет. Это жизненный период, за который школьный драматический кружок, созданный в 1978 году школьным учителем английского языка, стал популярным театром, широко известным сегодня не только в столице Молдовы, но и за пределами страны. По мере того, как драм-кружок развивался и превратился сначала в театр юного зрителя, потом в муниципальный театр-студию и, наконец, в государственный драматический театр с улицы Рос, его бессменный руководитель и режиссер Юрий Хармелин окончил режиссерское отделение одного из авторитетнейших театральных вузов Театрального училища имени Щукина в Москве. За 40 лет работы в театре с улицы Рос было поставлено свыше 150 спектаклей русских, советских и зарубежных авторов. Это классические постановки, пьесы современных драматургов, рок-оперы и сказки для детей. И целью каждого спектакля, поставленного Юрием Хармелиным, было не только привлечь зрителя в театр, но и составить его полюбить то, чему отдавал себе без остатка режиссер и его артисты. Наш третий номинант победил второго этапа супермарафона «Рубикон» Василий Аларь. Уникальная ежегодная ультрамарафонская эстафета «Рубикон» проходит через всю территорию Республики Молдова от севера до юга. Марафон состоит из трех этапов, которые проходят через восточные, центральные и западные районы страны. Ежегодный маршрут построен таким образом, что в течение трех лет он пройдет через все районы Молдовы, включая территорию Приднестровья. На прошлой неделе прошел второй этап марафона длиной 476 километров, который спортсмены преодолели за 47 часов. Победителем этого этапа стал Василий Аларь, офицер военной академии Александру Челбун. Василий пробежал на этом этапе марафона в общей сложности 281 километр, намного опередив по этому показателю остальных участников второго этапа. Продемонстрировав отличную физическую форму и выносливость, Василий принял участие в 22 забегах по центральным районам Молдовы, а Токнице на севере до Вулканешт на юге. Несмотря на ненастную погоду вне забега, бегуны уложились в заданный бирать. Мы встретились с Василием во время его ежедневной пробежки. Четвертым номинантом в феврале стал ректор Государственного университета физкультуры и спорта Вячеслав Маналаки. На минувшей неделе в спорткомплексе Государственного университета медицины и формации Николая Тестемицанов состоялась торжественная церемония открытия универсиады высших учебных заведений Республики Молдова. В соревнованиях примут участие студенты всех вузов Молдовы, которые определят победителей в 20 видах спорта. Почетным гостем на спортивном мероприятии стал президент Республики Молдова Игорь Дадон, был рад принять приглашение и посетить открытие соревнований. Главным организатором самого крупного спортивного мероприятия студентов нашей страны стала Федерация студенческого спорта Республики Молдова, которую возглавляет Вячеслав Маналаки. Многократный чемпион Молдовы по самбо и дзюдо Вячеслав Маналаки 16 лет руководит главным спортивным вузом страны Государственным университетом физкультуры и спорта. Кроме этого, Вячеслав Маналаки более 10 лет возглавлял Федерацию дзюдо Республики Молдова. Именно в этот период молдавские дзюдоисты смогли пройти квалификацию для участия в Олимпийских играх. Вячеслав Маналаки автор более сотни работ в области спорта, спортивной медицины и методики подготовки спортсменов. За свою долгую и успешную спортивную и научную деятельность Вячеслав Маналаки был удостоен звания доктор Хонорис Кауза Университета физкультуры и спорта Сеула, Краевы, Бухареста, Галатца, Киева, Минска, Москвы и Алма-Аты. Учрежденный Международной Ассоциацией Оксфорда. Главным признаком весны в нашей стране служит вовсе не теплая погода, почки на деревьях и возвращение птиц. На улице может стоять мороз и с неба валить снег. Но если при этом люди дарят друг другу маленькие красно-белые мерцишоры, можно смело утверждать «пришла весна». Этот замечательный народный обычай символизирует весну не только в природе, но и в первую очередь в душе людей. И, наверное, поэтому приход весны мы отмечаем традиционным фестивалем искусств «Марцишор», который в этом году пройдет уже в 51-й раз. Фестиваль собирает самых лучших артистов нашей страны, среди которых заслуженная артистка Республики Молдова Лилия Шаламей. Знакомьтесь, человек недели на Акчен-ТВ Лилия Шаламей. Одним из культурных событий, которые в этом году открыли фестиваль «Марцишор», стал премьерный спектакль театра оперы и балета «Тайный брак». Непривычные для этих дней морозы-снег не стали препятствием для любителей оперной музыки, которые пришли на спектакль, в котором одну из главных оперных партий исполняет Лилия Шаламей. Я поздравляю всех наших зрителей и всех граждан с приходом весны, с наступлением праздника «Марцишор». И хочется пожелать всегда весны в душе и процветания всем нам. Сегодня открытие «Марцишора» в оперном театре, и мы даем спектакль «Тайный брак» Доминика Чемороза. Это комический спектакль, очень легкий сюжет, в нем шесть героев, и все они главные, очень красивые мелодичные линии у каждого артиста. И эта интрига, она прекрасно разрешается. И спектакль был поставлен у нас, премьеры были 26 и 28 января, и мы уверены, что сегодня мы сможем также очаровать нашу публику. Легкая музыка Доминика Чемороза и великолепная сопрано Лилии Шаламей – вот те составляющие прекрасного спектакля, который доставил истинное удовольствие зрителям и стал достойным событием, открывшим фестиваль «Марцишор». «Марцишор» 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 Сложно встретить человека более открытого и доброжелательного, чем Лилия Шаламей. Лилия удивительна во всех отношениях. Она постоянно улыбается, смеется. Она со всеми вежлива и о каждом человеке отзывается только хорошо. Она искренне верит в человеческую доброту и самоотверженно относится к своей любимой работе. Однажды на гастролях, после четырех дней дороги, Лилии пришлось петь партию Лючей де Ламермур. Замены не было. На сцене у Лилии началась тахикардия, но она пела почти до потери сознания. Разве сегодня такие люди еще существуют? Как оказалось, да. Кроме работы в театре оперы и балета, Лилия участвует в оперете «Белая акация» на сцене театра с улицы Рос у режиссера Юрия Хармелина. Когда известный режиссер предложил ей участвовать в спектакле, Лилия согласилась стать педагогом вокала. Ей пришлось работать с 30 артистами, и этот театр стал для нее вторым домом творчества. ПЕСНЯ Широкое и разностороннее дарование Лилии Шаломей позволяет ей экспериментировать с различными музыкальными стилями. В планах у певицы попробовать себя и в таком неожиданном для нее направлении, как джаз-рок. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня в нашей студии солистка национального театра оперы и балета имени Марии Беешу, заслуженная артистка Республики Молдовы Лилия Шаломей. Добрый день. Добрый день. Лилия, у каждого человека есть свой собственный внутренний мир. В чем заключается, из чего состоит внутренний мир оперной певицы? Что занимает в нем центральное место? Центральное место, конечно же, занимает опера, музыка, вдохновение, отношение к работе и, не знаю, самая главная работа. Когда я наблюдаю за вами на сцене, видно, что вы не просто поете, вы живете своей ролью. Скажите, актерское мастерство так же важно для оперной певицы, как и вокальные данные? Одинаково важно, и это огромный плюс, если певец раскрывает себя на 100%, может быть, даже больше в актерском плане, потому что это все-таки синтез и театра, и оперного пения, и тогда, мне кажется, ошеломительный успех. То есть лучше всего, когда это сочетается? Конечно же, конечно же. Скажите, а может человек с посредственными вокальными данными за счет упорного труда стать певцом? Может, может, потому что кропотливый труд, ну, много известных таких случаев, и это как бы не тенденция, а статистика такая, возможно, что люди, у которых не очень большой оперный голос, но которые работают усердно, развивают себя, учатся у других и прикладывают усилия для всего этого, может быть, чем-то жертвуют, они добиваются большего успеха, чем те люди, которые одарены от Бога голосом, но успокаиваются, успокаиваются на этом и как-то делают какую-то паузу, и те, которые, вот лошадка, которая более слабая, она идет вперед. То есть, если не трудиться, то дар можно и потерять? Конечно. Я знаю, что вы вообще мечтали стать эстрадной певицей, а как получилось так, что вы попали в классическую музыку, стали оперной певицей? Я с четырех лет на сцене, меня папа вывел на сцену, я пела песню «Травы-травы» про поцелуи, там все умилялись в зале, все взрослые, и в девятом классе я хотела поступать на эстрадный вокал, нужно было ехать в Киев, в эстрадно-цирковое училище, но были какие-то прерогативы, потому что нужно было получить диплом о среднем образовании, поступила в училище, думая, что на эстрадное, поступила на классическое, а потом я узнала, что это классическое, я плакала, не хотела петь классику, но куплеты Роберта Чайковского по радио и сцена письма Татьяны перевернули все, и это была отправная точка. То есть музыка сама по себе классическая, прекрасная, она примирила вас с тем, что вы в классике, и вы даже полюбили результаты. Да, это накрыло просто волной в одночасье. Вы много гастролируете, выступаете в разных городах, странах, какие гастроли, какие выступления наиболее запомнились вам? Ой, мои самые любимые гастроли – это Испания. Я, будучи студенткой 4-5 курса, ездила в Испанию с ансамблем скрипачек консерватории. Наши это были самые запоминающиеся гастроли, потому что я была еще студенткой, у меня не было опыта, и был такой сложный, красивый репертуар. Были площади у нас, это был фестиваль «Ромари интернациональ», и были 15-20 тысяч зрителей на площадях. Это для меня было такое боевое крещение. Очень люблю Шанхай, и я была в 23-24 странах. Вот очень свежие такие гастроли у меня были во Франции в августе, и в этом году, в июле, 14 июля, я приглашена мэром города, и устроителям этого фестиваля вновь петь в концерте, посвященному Дню Взятия Бастилии. А что самое сложное вообще в профессии оперной исполнительницы? Даже затрудняюсь вам сказать, самое сложное. Ну, наверное, все, за что не возьмешься. Самое главное все прожить тот материал, который ты получаешь, совершенствоваться в этом. Не, не знаю. Может быть, то, чем ты жертвуешь ради этого. Приходится многим жертвовать. Да, ну, вы знаете, я так самоотверженно работаю, я так люблю свою профессию. Я даже недавно сказала, у меня такая формула, я безработная, потому что я не работаю, я, это мое вдохновение, я просто этим живу. Ну, это замечательно, когда человек живет и работает тем в той области, которая ему больше всего нравится. Недавно, вот я заметил, в социальной сети вы выложили видеоролик, в котором приглашали зрителей на спектакль «Тайный брак». И там вы продемонстрировали, ну, просто выдающиеся акробатические способности. А какие еще способности пока остаются скрытыми от нас? Ну, эта способность, которая была в ролике, это было внезапно. Я всегда говорила, что, наверное, раз я делаю стойку на голове, то можно спеть где-то это использовать, но я этого не делала. И вот во время паузы я снимала свою подругу, коллегу, Настю Твердохлеб, и попросила, говорю, а давай я встану на голову? И потом я запела. То есть это было внезапно, у меня все время что-то так спонтанное, порыв души, эмоции. А были вообще до этого какие-то случаи, когда пели стой на голове? Нет, не были, но я сказала, можно ввести в спектакль. Можно ввести. А в книгу рекордов Гиннеса тогда тоже? Наверное. Хорошо. Лиля, о чем вы мечтаете? Какие цели еще ставите перед собой сейчас? Ой, вы знаете, я мечтаю о хороших проектах, о хорошо оплачиваемых спектаклях, о повышении зарплаты у нас в стране. И потому что я хочу дать достойное будущее своему ребенку, у нас, к сожалению, и к стыду невозможно этого сделать. То есть вот это ваши мечты пока ограничены? Это моя мечта — дать будущее своему ребенку посредством своей профессии. Это замечательная мечта, да. Отлично, замечательно. Лиля, я хочу поздравить вас с наступающим праздником, 8 марта, Международным женским днем. Спасибо большое. Это, пожалуйста, примите. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Илья. Спасибо большое. Я хочу поздравить тоже всех женщин, всех мам, бабушек. И с наступающим 8 марта хочу пожелать, чтобы в душе всегда была весна, чтобы вы, женщины, всегда украшали мир, а мужчины нам в этом помогали. Сегодня у нас в гостях была солистка Национального театра оперы и балеты имени Марии Биешу, заслуженная артистка Республики Молдовы Лилия Шаломей. Настало время подвести итоги голосования по определению Человека-месяца на Акчен-ТВ за февраль. По результатам голосования в интернете, которое проводилось на предыдущей неделе и телефонному голосованию телезрителей, Человеком-месяца на Акчен-ТВ в феврале становится театральный режиссер, художественный руководитель театра с улицы Рос Юрий Хармелин, за которого проголосовали 56% интернет-пользователей и телезрителей. Это был проект «Человек-недели». Каждый понедельник в программе «Полюс на Акчен-ТВ» наш рассказ о самых известных и заслуженных людях нашей страны. Каждый месяц по итогам опроса телезрителей мы будем определять Человека-месяца, а в конце года по итогам вашего голосования Человека-года. До встречи через неделю! Мы начинаем программу. Настало время узнать, что думает страна. Не политики, политологи, комментаторы и аналитики. Самое важное, что думают простые люди. Мы спросили их о важном. Должна ли Молдова участвовать в антироссийских блоках и организациях? И так говорит страна. Мы не знаем даже куда, что, в какую сторону пойти. Мы не знаем. Или к России, или к Европе, или к Румынии. И не можем отказать и от России, не можем отказать и от Европы, и от Румынии, не можем сказать. С Россией хорошо, и с Европой тоже неплохо. Чтобы было населением хорошо жить. Потому что очень... Вы идете в эти села, аж жалко. Аж душа платит. Этих стариков, которых тысячу лея, и они не могут ничего делать. Конечно нет. Ну так это же наши самые близкие соседи, близкие друзья. Мы с ними... Насколько я читал, уже, кажется, два столетия вместе. И еще... Дмитрий Кантемир, как бы сказать, воевал вместе с россиянами. И даже внук Дмитрия Кантемира должен был стать императором России. Не знаю. Мы этот вопрос никак не хотим ответить. Не могу сказать. Против России. Да. Нужно ли это Молдове? Конечно не нужно. Ни в коем случае. Это такое мощное государство, которое оказывает, оказывало и будет оказывать огромное влияние на экономическое положение нашего государства. Молдавии? Да. Нет. Ну не нужно вмешаться в других государств. Абсолютно не нужно. Абсолютно не нужно участвовать. Ну наоборот, дружить с Россией. Россия это все. Молдова всегда была с Россией. И должна быть с Россией. А то, что сейчас творится, это все американский цикк указывает. Мы свободная страна, мы должны жить как мы хотим. Россия тоже поможет, и деньги, и всем остальным, и ресурсами. После выбора все будет идти. Я не знаю, я смотрю, я лично думаю, что Молдова должна быть, то есть... в смысле русской языке, что Россия может быть, то есть Россия может быть, но и Россия может быть, то есть Россия не может быть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Я не считаю, что нам нужно в этом участвовать. В нашем государстве нужно думать не о том, что нам делает плохо Россия, а о том, что они делают плохо собственному народу. Вот об этом нашему государству нужно думать, а не участвовать в каких-то конференциях. А по Молдовии никаких блоков. У нас нейтральная страна. Мы вообще не должны ни в чем участвовать. У нас Конституция принята раз и навсегда. Никаких блоков, никаких военных действий. Мир, дружба, жвачка, все. Вы смотрели программу «Полюс» – политика, люди, страна. Мы предложили свою версию событий, фактов и явлений. Сегодня вы узнали новых интересных людей, а те, кто были и так хорошо знакомы, возможно, раскрылись с новой стороны. Прощаемся ровно на одну неделю. Только для того, чтобы вновь встретиться на «Полюсе». Ведь мы с вами на одной стороне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова